Нахожусь в парке Валентина. Чуть выше расположен замок Валентина, в котором сейчас расположен архитектурный факультет Политехнического университета. Сегодня суббота, погода пасмурная, но выходить на прогулки надо. Вот такая красивая речка протекает. Поближе покажу вам. Вот вода такая грязная. Но она всегда здесь грязная, когда течения нет. Вот моросит дождик, как видите. Но когда смотришь на речку, на деревья, на природу, приходит какое-то такое умиротворение. Успокаиваешься, одним словом, от суеты, от проблем, которые наваливаются в течение недели рабочей. Поэтому я по возможности всегда прихожу в парк. Пить чай с печеньком. Либо обедаю здесь. Так, ну, я вас уже кормил, вы наглейте. В общем, мои друзья, здесь это белки, голуби, утки иногда приходят, вороны наглые. Ну, в общем, все те, которые не могут себе заработать на еду. Вот такие две белочки. Ко мне пришли две белочки. Кстати, белочки бывают очень вредные, кушают только орешки. Да, ребята, дождь усиливается. И только фанатики в такую погоду могут чем-то заниматься. Вон один пловец на байдарке. Еще четверка плывет. Попробую величие, чтобы вы увидели. Грибут. Ну, вот так люди ничего лучшего не нашли для занятия в этой реке, как вот таким видом спорта. Грибут, грибут, куда-то все грибут. Куда вы плывете, люди, непонятно. Белки ищут орешки. А когда она ее нашла, кто-то типа делает такой маневр хитрый, как будто она его прячет. Ну, по сторонам оглядывается. Но это ложный прием. Потом она с этим орешком все равно убегает и прячет там, где никто не видит. Ну, в общем, семья итальянцев. Папа, мама и дочка. Пришли на прогулку. Что мне нравится здесь, так это вот колонки с водой, которые установлены по всему городу. Поэтому в жаркие дни каждый может подойти и попить бесплатно водички. В общем, даже умыться, помыть руки в любое время года и суток. Но не всегда так было, ребята, не всегда. Как правило, все хорошие, скажем так, задумки были вызваны и установлены, приняты, скажем так, плохими последствиями. здесь в Турине летом очень жарко. Ну, и вот такие жаркое лето в одно. Много людей теряли сознание, умирали от жажды, от теплового удара, инфаркта, инсульта. Ну, в общем, приняли. Дарья Города приняла решение установить вот такие вот колонки по городу. Как видите, и не надо платить никакому горводоканалу за воду. Пришел с ведром или с бутылками набрал себе. Вот и все. И пользуется на дороге. Кстати, я нахожусь рядом возле такой вот лодочной станции спортивной, где вот байдарки здесь хранят, выдают, запускают в плавь для спортсменов на флагштопе. Итальянский флаг бодро на ветру развивается. Здание, конечно, вот этими горе-писаками, косорукими, безмозглыми обрисовано. Терпеть не могу, когда здание обрисовывают вот эти дебилы. Ну, видите, они везде, не только, скажем, в наших странах, но и здесь также есть. Это ж надо ума хватить. Хватило, чтобы залезть туда и нарисовать непонятно каляки-маляки. Я вообще не понимаю, почему не принять закон за вот этих ловить за руку вот этих писунов, писунов, да, и обдавал им 15 суток на исправительную работу, чтобы на покраску зданий, металлических объектов каких-то, чтобы он нанюхался этой краски, накрасился, и у него желание отпало больше вот эту херню рисовать. Ну, к сожалению, эти методы в этом цветущем саду неприемлемы, так как за такое тебя могут обозвать диктатором или еще чем-то. Хотя это родина. Первая родина. Ну, учите, ребята, истории, чтобы вы все понимали, потому что очень легко могут вас вести в заблуждение современные вот эти говоруны западные. Лжецы с двойными стандартами. Ну, да ладно, не будем о политике. Дождик усиливается, но мне почему-то домой ничего не хочется. Красавец, да, вот это здание, замок Валентин, архитектура, мне очень нравится его. Красивая. Видите, здесь такие вот мачты осветительные в таком стиле. Красивые. Так, одно из мест фотосессий, где люди любят фотографироваться и отсылать своим друзьям. А вот, посмотрите, где я, посмотрите, видите, вот, фонтанчик, водичка течет. Там дальше еще красивее сейчас будет, покажу. Вот, одно из самых любимых мест фотографов и любительниц фотосессий. люди заходят слева в это отверстие, в этот грот, ну, и позируют боком, передом, задом, как только могут. Но меня больше не это увлекает и нравится, а вот большие деревья, которым по 200 лет, эти дубы, эти здания. Я объясню вам, почему здесь все это сохранилось. Ну, итальянки пошли. с зонтиками. Дождь, к сожалению, усиливается, ребята, и мне нужно бежать на остановку. в общем, намокли, ребята, подождем, сел в девяточку трамвайчик вот такого нового образца. Я в трамвай. Как видите, почти один. Почти один. Ну, это неплохо. Вот имеется такой монитор информационный. фирма, стоп, остановка Пеличо. Пеличо. Следующая Виттурия Мануэля Дуэ. Ну, в общем, еду домой. Хотя, вы знаете, я считаю, что это сиденье один напротив другого это очень неудобно, потому что, ну, смотрите, пялиться лицом к лицам другого человека. Да и места очень мало для ног. Особенно, если тут стройнеры бывают такие бескультурные, сядут, ноги развалят свои, как будто он, я не знаю, там какой-то инвалид развалился, выводил свои ноги на сиденье, сиденье закинул. Поэтому я радуюсь такие моменты, когда транспорт пустой. Ненавижу, когда много людей, каждый своими бациллами, вирусами дышит на тебя экзотическими. Вонючие все, не моются. Сейчас нахожусь на вокзале Фортанова. Вот так вот вокзал, вход в вокзал выглядит. Козырек такой вот, маленькая защита от дождя. В общем, в октябре месяце, к сожалению, вот такая вот погода дождливая, что не очень радует. На этом я буду заканчивать свою прогулку по дождливому Турину. Если видео было интересным, поставьте лайк, пишите комментарии, задавайте вопросы, что бы вы хотели увидеть. Ну все, всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok